В регионах уже четвертые сутки не могут справиться с последствиями урагана. Стихия принесла колоссальные разрушения в центральных и северных областях. В Карагандинской, чтобы возместить ущерб, даже ввели режим ЧС. А дети в одном из сел вынуждены учиться на удаленке, потому что в их школе до сих пор не разобрали рухнувшую крышу. В северном Казахстане настоящая катастрофа с освещением. Из оборванных проводов и линий электропередачи без электричества остается больше полсотни сел. Ветхости, понятно, что ветхости системы электроснабжения. Никто же не знал, какие конкретно причины и проблемы возникли, когда произошло данное аварии. То есть для выяснения понадобилось определенное время. Когда бригада выясняет причину отключения, они работают круглосуточно, пока не восстановят. То есть есть тоже процедура по технике безопасности. Они должны проверить, по-моему, до 8 или до 9 часов могут искать после. Это они уже подвергаются опасности. Из-за мощного бурана в северном Казахстане остались без света больше 200 сел. Восстанавливают рухнувшие опоры линии электропередачи и порванные провода сразу 46 бригад энергетиков. Задействовано 85 единиц техники. Отсутствие света стало катастрофой для местных. Из-за неработающих электронасосов люди остались и без воды. Все поломки чиновники рассчитывают устранить в среду. А в Карагандинской области завтра надеются решить проблему с обучением детей в поселке Молодежный. Ураган снес в местной школе больше половины крыши и выбил окна. Ремонтировать все собираются за счет подрядчика по гарантии. Но пока нужно разобрать завалы, чтобы дети смогли сесть за парты хотя бы в уцелевшей части здания.